Виртуальный Кантар-2. Там накопилось более 17-18 терабайт данных про нас, про вас, про наших детей. Каждый госорган рисует то, что он хочет. 50 либо 60 тысяч человек стояли в очереди на получение жилья. Мертвые. То персональные данные наших депутатов гуляют в Российской Федерации. У всех спецслужб в мире, включая наши спецслужбы, есть доступ ко всем данным. Телефоны все прослушиваются. Если человек надеется, что он шифрует в WhatsApp, либо в Telegram, это не поможет. Это бесполезно. Все люди сейчас в современном мире, они под цифровым колпаком. Цифровой тоталитаризм. Уважаемые друзья, вы на канале Арман Абдулла. Мы очень рады вас видеть. Сегодня у нас подкаст. В гостях у нас сегодня экс-вице-министра здравоохранения, доктор инженерных наук, консультант по IT, Улжас Абишев. Улжас, добро пожаловать. Спасибо. Спасибо, что пришли, нашли время. Мы очень рады вас видеть. Сегодня вообще в целом этот выпуск мы бы хотели посвятить, так скажем, к теме персональных данных в цифровом мире. Так скажем, очень актуальная тема. Сейчас у каждого второго человека на руках есть мобильное устройство, которое собирает так очень неплохо различные персональные данные с помощью различных приложений и так далее. А как они хранятся? Кто обеспечивает их безопасность, так скажем? Вот по этому поводу сегодня мы с вами хотели бы поговорить. Давайте так начнем. Сначала, наверное, сразу начнем с наших больших государственных проектов в сфере IT, где хранятся тоже очень много-много-много данных. И вот вы как человек из этой индустрии, вы работали вице-министром именно по цифровизации, да? На своем опыте какие интересные кейсы могли бы рассказать по этому поводу? Во-первых, спасибо, что пригласили. Во-вторых, да, вы правы, на уровне государства за последние 10-15 лет внедряется очень много IT-проектов. На текущий день работает более 400 информационных систем у разных госорганов, это акиматы, министерства, правительства. По моим данным, там накопилось более 17-18 терабайт данных, то есть огромное количество данных про все население Казахстана. Про нас, про вас, про наших детей, какое имущество у нас есть, с кем мы, на ком мы женились, кто наши родственники, какое имущество есть, какие деньги. Все это есть в этих информационных системах. Вопрос теперь получается такой, что в последнее время тенденция, кто имеет доступ к данным, имеет доступ к власти. То есть данные – это как инструмент управления определенной группой людей, либо определенных жителей, получается. Управление в каком плане? Когда человек имеет точные данные, он понимает, что этой группе людей нужно, какие потребности, чем они занимаются. То есть это полная прозрачность со стороны управления данными и контроля через данные в физический мир, получается. И в этом плане самый интересный парадокс, что мы сами, граждане Казахстана, не имеем доступ к этим данным. Мы их не видим. Какие данные там есть, что там есть. С точки зрения государства оно знает про нас все. И на основе этих данных государственные органы и министерства Акиматы просят у государства денег на определенные проекты. На социальные нужды, на строительство медицинских объектов, на строительство школ и тому подобное. Но здесь палка о двух концах. Первое, если данные будут реальные, то, например, не нужно будет строить 100 больниц. Возможно, 20 больниц достаточно. Но мы все понимаем, что чем больше строительство больниц, тем больше выделяется бюджетных денег. И мы знаем прекрасно все, что они в большинстве разворовываются. И здесь начинается самое интересное, что начинается вмешательство в этих данных для формирования нужной статистики для каждого госоргана. Каждый госорган рисует то, что он хочет. То есть у госоргана, например, на примере министерства здравоохранения может быть не 2 миллиона больных, а может быть 4 миллиона больных, потому что чем больше больных, тем больше денег просится у государства из бюджета. И из этого вытекает вторая проблема, что последние 6 лет каждый год и президент страны, и правительство требуют от уполномоченного госоргана интеграции между этими системами. Что по сей день этой интеграции нет. Кому это невыгодно? Это невыгодно каждому госоргану, который занимается махинацией данными. То есть туда, когда рисуют данные, при интеграции вся эта фикция рассыпется. И чтобы она не рассыпалась, каждый госорган под любыми предлогами старается избегать любой интеграции. Простой пример, я вам скажу. Недавно в новостях было, что 50 либо 60 тысяч человек стояли в очереди на получении жилья. Мертвые. Они оказались не живые. Мертвые люди? Мертвые люди. 50 тысяч? Да. То есть они проверили всех очередников, которые стояли в очереди. И из них 50 или 60 тысяч, точно 50 или 60 тысяч, они оказались мертвые. То есть они провели, получается, проверку внутренней системы и выявили это. Но они стояли в очереди. То есть 50 тысяч человек не дождались своей очереди? Возможно, не дождались. Да. А возможно, на момент подачи они уже были мертвы. А, уже были мертвы. А для чего это делается? Этого я не могу сказать. Я не знаю причины, почему 50 тысяч людей. А если мы вернемся к нашему предыдущему интервью, где мы с вами рассказывали, что 7 миллионов ЭЦП, оно где-то гуляет в сети. Ну, вот как раз вам простой пример, что кто-то взял 50 тысяч ЭЦП, неживых людей, и встали на очередь через портал для получения жилья. После получения жилья электронным путем, у нас сейчас все процессы цифровые, не нужно человеку ходить в банк, в правительство. С помощью ЭЦП этот человек после получения квартиры может ее переоформить тоже с помощью ЭЦП. Вот вам, пожалуйста, готовая схема вывода государственного жилищного фонда через подставных людей на реальных получателей. И это в больших масштабах. Если бы интеграцию провели бы среди всех этих 400 информационных систем, мы бы и не такие кейсы увидели бы. Мы бы огромные кейсы по хищению триллионов денег, по хищению больших объемов имущества. Это все выявилось бы, но это невыгодно тем людям, которые сидят в управлении в каждом госоргане и, зная об этой ситуации, либо не хотят просто этой ситуации бороться, либо в этой ситуации принимают участие. Другого объяснения я не вижу, потому что каждый год президент говорит, проведите интеграцию, но поручения не выполняются и никого за это не наказывают. Это самое интересное. Почему? Ведь поручения же не выполнены же. Ну нет. Они говорят, и это называется концепция завтрашнего дня. Мы в следующем году закончим интеграцию. В следующем году депутат спрашивает, когда будет интеграция. В следующем году закончим интеграцию. Это нескончаемый следующий год. Никому не выгодно делать интеграцию. Абсолютно верно, потому что если завтра сделать интеграцию, невозможно будет воровать. Это главная причина, почему до сих пор интеграции не существует между этими 400 информационными системами. Мы видим простой пример частного сектора, например, банки. Я не буду говорить, какой именно, банки, которые не требуют годовых времени интеграции. Они делают это за месяц-полтора, потому что они работают в интересах своих клиентов. Клиенту выгодно. Они вам сделают через его предложение регистрацию брака. Они сделают оформление машины. И это все делается буквально 3-4 недели. Вот так. Потому что банку нужно, чтобы ее клиент был доволен. И они делают все возможные сервисы для своих клиентов. Они не говорят, мы вам через год сделаем интеграцию, через два года. Нет, они не кормят завтраками. Потому что клиент, они могут потерять клиента. А на государственном уровне у государства же нет конкуренции. Есть государство, все. И они говорят, ну вы никуда не тянетесь. У нас информ система, вы там будете работать. Хотите вы или не хотите, мы будем собирать данные. И мы будем рисовать так, как нам удобно. Вот вы говорили, что после того, как вышел приговор, осуждение, да, касаемо деятельности вашей и экс-министра. А, это по моему случаю. Да, да, да. Вот, по вашему случаю, да. И вы сказали, что ваш цифровой документ, что вы являетесь вице-министром, был до сих пор актуален и работал, даже после того, когда уже вышел приговор. Да, для наших зрителей, чтобы было понимание, в 22-м году, год назад буквально, вступил в силу приговор. Меня признали виновным по статье «Формирование имиджа эффективного госслужащего». Это отдельный разговор. Ну, хорошо, это уже система. Ну, наверное, опасно быть эффективным госслужащим, поэтому такой приговор сделал. Скорее всего, да. Разговор не об этом, разговор о том, что после 22-го года, ну, с момента задержания, меня задержали в августе 20-го года, по сей день прошло 3 года, 3 года прошло. И буквально недавно я захожу в мобильное приложение МГОВ, и там есть такая вкладка, называется «Электронная ID-карта госслужащего». Она у меня активная. Открываю, и у меня выходит там, что я по состоянию на сентябрь 23-го года являюсь вице-министром здравоохранения Республики Казахстан. С QR-кодом, со всеми реквизитами. То есть я мог с этим мобильным приложением, с QR-кодом подойти на турникет любого госоргана, даже Комитета национальной безопасности, даже Совет безопасности, потому что я являюсь в цифровом мире, я являлся вице-министром. Я мог пойти в Совет безопасности, в администрацию президента, предложить этот QR-код к цифровому турникету и пройти. И никто бы меня не остановил. Вам бы еще честь дали. Мне бы еще честь дали бы еще. Люди, которые охраняют на контрольно-пропускном пункте, они отдали бы мне честь, и я прошел бы. Потому что это является документом, подтверждающим, что я являюсь госслужащим, называется, блок А, да, называется, вот он, высший руководитель. Блок АГ-шки. Есть блок братишки, есть блок АГ-шки, да. То есть за три года никакой актуализации базы данных АГ-шки никто не проводил. А завтра, например, если я найду, или я, или кто-то другой найдет возможность договориться с администратором, который работает с базой данных АГ-шки, он может туда написать, что я министр. Либо я председатель комитета национальной безопасности. Я могу сказать стопроцентной гарантией, что люди, которые стоят на КПП, которые охраняют вход, они не знают поголовно всех чиновников. Если тот покажет, вот мое удостоверение, то что, как ты меня можешь остановить? Он не имеет права его останавливать. И он получит доступ ко всем зданиям и структурам нашего правительства. Он может протащить с собой. Если там будет написано «министр», я могу протащить с собой ноутбук, флешку, любую технику с собой, и никто не имеет права меня досматривать. Где безопасность? Три года прошло. Я понимаю, если это было бы через месяц, через два, через три года, и после того, как я опубликовал пост в Фейсбуке о том, что у меня вот такое удостоверение имеется, через два дня мое удостоверение удалили. Через два дня. Видимо, там наверху кто-то читает мой Фейсбук все-таки. А как вы считаете, это вообще какая-то оплошность или намеренно оставили? Я думаю, это безответственность. Безответственность? Потому что за три года не актуализировать базу данных госслужащих, это уже просто халатное отношение к своей работе, халатное отношение работников агентства по делам госслужбы, халатное отношение администраторов баз данных. Администраторы баз данных, они исполнители. Но должен быть регламент, что каждый месяц, хотя бы каждый квартал надо актуализировать базу данных госслужащих. Там ничего сложного нет. Кого назначили, кого уволили. И баз данных просто нужно актуализировать. Кого-то убирать из баз данных, кого-то добавлять. Ну, у нас, конечно, ежемесячно кого-то назначают, кого-то увольняют, кого-то сажают в тюрьму. У нас еженедельно это происходит. Еженедельно. Кого-то задерживают, кого-то назначают. У нас даже в Lentica City назначили, назначили, задержали, назначили, задержали. Ну, они же базу данных никто же не актуализирует. По крайней мере, на моем случае выяснилось так. Хорошо. Вопрос такой еще. Почему мы сегодня, казахстанцы, не можем отследить, кто запрашивал наши персональные данные? Вот, например, я могу понять, что мы можем узнать, смотрел ли банк нашу кредитную историю, потому что мы сами вручную подписываем, соглашаемся, чтобы они смотрели нашу кредитную историю. А вот в остальных случаях, почему мы до сих пор не можем? — Обратно мы возвращаемся к началу нашего разговора, когда госорганы рисуют статистику для отчета, для получения денег. Представьте, что вы или я в ту систему включили, сделали полностью прозрачным, сделали журнал логирования и журнал просмотра. Простой пример — Facebook. Вы заходите в Facebook, вы видите, кто заходил на вашу страницу, что он смотрел, когда это было, во сколько это было. То есть вы видите полный отчет. Представьте, что такое случилось в Егове. Полный отчет вы получаете, кто и что делал с вашими данными. Представьте, что я выясняю, что я прикреплен к поликлинике в городе Алматы, хотя я проживаю в городе Астана. Представьте, что я узнаю, оказывается, что я состою на очереди в получении жилья, хотя и не получал никакого жилья. То есть мы возвращаемся к тому, что через такой инструмент люди увидят весь тот хаос и бардак, который творится в 18 терабайтах данных на сайте электронного правительства. А если они узнают, они начнут возмущаться. Почему меня прикрепили к этой поликлинике? Почему на меня оформили это имущество? Почему, например, я умер? Тоже такие случаи есть, когда живой человек в базе данных числится как умерший. Ему закрывают все банковские счета. Физически он уже не существует. Физически он существует, но в виртуальном пространстве его нет. Если такой инструмент появится, моментально вся статистика за последние 10 лет правительства, она просто исчезнет. Появится настоящая картина. На самом деле сколько пенсионеров, сколько больных, сколько реально людей нуждаются в социальном жилье, сколько людей нуждаются, например, в лечении, сколько у нас работает. Реальная статистика приведет к тому, что вся проделанная работа правительством, она оказывается нарисованная. В связи с этим каждый год обратно же тот же Министерство цифрового развития, тот же Национальной информационной технологии, акционерное общество, каждый год обещают, что вот-вот граждане получат полный доступ к своим данным, вот-вот получат. Но до сих пор этого не случилось. Обещали в конце 2021 года, обещали в конце 2022 года, сейчас 2023 год, до сих пор полного контроля. Например, я к своим данным полного контроля не имею, я не знаю, например, где мои данные гуляют. Вот президент поручил сделать, несколько раз об этом говорил, там другие, ну ладно, премьер-министр тоже подключился, сказал, сделайте, но госорганы этого не делают. Как считаете, что нужно сделать, чтобы уже эта работа началась? Может, какие-то наказания надо делать? Ну, я думаю, ну, как вот бывшие госслужащие, можно сказать, что нужно, наверное, волевое решение. Министров? Волевое решение людей, принимающих решений. Министры принимают. Тех же министров, например, да, того же силового блока, например, у нас комитета национальной безопасности, там антикор у нас там есть. Чтобы сказать, ребята, ну, или просто, или вы делаете, или эту работу мы отдадим, например, частному сектору. У нас есть такие крупные финтех-компании же, мы им отдадим, они вам за два месяца все это сделают. Вот вам решение, простое. Если бы я был бы сейчас госслужащим, я сказал бы, ребята, вот вы уже который год мне обещаете, не можете сделать, давайте мы позовем финтех-компанию, не буду называть имя, все об этом знают, и дадим ему два месяца. И он сделает. Легко. Потому что, получая доступ к этим данным, он увеличит маржинальность своих услуг для своих клиентов. Пожалуйста. Вот по поводу банков, да, название банка не будем так же говорить. Да, дабы лишний раз не рекламировать. Один из банков недавно объявил, что при открытии карточек для детей, если они будут учиться хорошо, и вот эти все хорошие оценки будут появляться в Кунделик, вот эта система оценок, да, то детям будут даваться какие-то бонусы, если не ошибаюсь, да, или кэшбэк, или бонусы, что-то в этом роде. Верно. То есть банк получает доступ к персональным данным школьников со всего Казахстана. Я правильно понял? Абсолютно верно. Теперь смотрите, что банк получает доступ к информационной системе Кунделик. Кунделиком пользуются все среднеобразовательные учреждения в Казахстане. В этом Кунделике есть все данные учащегося, все данные его родителей. Даже есть поля, где работают его родители и кем работают его родители. Потому что с каждым годом мы получаем опросник и нас просят заполнить, где мы работаем, как мы, даже сколько получаем. Это не только информация ребенка, но и также информация его родителей. Косвенная. Теперь появляется банк и говорит, мы запускаем крутой проект, мы подключаемся к базе данных Кунделик. И если ребенок в школе откроет у нас, например, банковский счет, карточку, ребенок, не 18-летний, ему там 12 лет, 13 лет, но он ребенок, он несовершеннолетний. Откроет у нас карточку, за каждую пятерку, то есть там 10 баллов, если он 10 получит, мы ему начисляем 100 бонусов. 100 бонусов – это 100 тенге, но в месяц не превышающий 3000 тенге. И ребенок с этой картой эти бонусы может тратить в магазинах, кино, билет купить, например. То есть вместо тенге они бонусы сделали. Возможно, проект крутой, мотивирующий учеников учиться. Я не спорю, туда я погружаться не буду. Но и этот банк, и Кунделик, никто из них, ни у ребенка, ни у их родителей, не брали разрешение на сбор, обработку и хранение их персональных данных в их интересах. Как так? Почему персональные данные, и Кунделик, мы все знаем, что частная компания, принимает решение подключаться, интегрироваться с кем угодно без разрешения этих людей, детей и их родителей. А что говорит закон? Закон позволяет этого? Закон о персональных данных говорит и утверждает, что без разрешения владельцев этих данных эти данные передаваться не могут. Только с их письменного согласия. Так, получается, на данный момент банк и вот это приложение Кунделик нарушают закон? Да, нарушают закон. И все спокойно к этому относятся. Меня это еще больше удивляет. Нарушается закон о персональных данных. У нас есть конституция, которая говорит, что неприкосновенность частной жизни – это основа конституционных прав граждан Казахстана. И все молчат. Как так? Я не понимаю. Я не понимаю этого. Вот по поводу банков. Вы как-то говорили, что наши казахстанские банки могут легко передать персональные данные вообще там за рубеж. Другие страны, в то же Швейцарии, в то же Россию. Можете про это подробнее рассказать? Конечно, но банки в этом случае, когда вы подписываете документы на оформление карточки, на открытие счета в электронном либо бумажном виде, вы даете согласие. Там есть такой маленький пункт. Я отдаю согласие на сбор, хранение, обработку моих персональных данных. Именно его. Мелким шрифтом. Мелким шрифтом. Да. Банк скажет, вот ты подписал. Согласие. Ты нам разрешил. Какие к нам претензии? Мы можем делать все, что захотим. Потому что если вы эту галочку не поставите, вы просто не получите карточку. Вы не получите доступ к этому мобильному приложению банка. То есть вам будет дискомфортно. И многие люди, не задумываясь о значимости их данных, просто ставят галочку, подписывают просто. И меня удивляет еще позиция госоргана, когда люди возмущаются, что их персональные данные утекают, например, утечка. Госорган говорит, ну вы же даете свое согласие на социальных сетях на сбор, хранение, обработку персональных данных. Но в социальных сетях я могу быть Улжасом Абишевым, либо я могу быть Умаром Умаровым, либо я могу быть чайника-чайником. Социальные сети не требуют верификации моей личности. Я могу быть кем угодно. А государственные базы данных и банковские системы требуют, чтобы я подтвердил удостоверение в личности, что именно я являюсь Улжасом Абишевым. Это мои настоящие данные. И когда госорган сравнивает себя с социальными сетями, это не совсем правильно. Ну, видать, других оговорок не нашлось, так скажем. Ну и в этом случае, если сравнивать социальные сети и госорган, я социальным сетям доверяю больше уровню безопасности, чем нашему госоргану. Да, и вот мы плавно переходим к следующей, так скажем, части нашего сегодняшнего подкаста. Это помимо персональных данных, есть еще тема искусственного интеллекта, который тоже сейчас очень хорошо работает с персональными данными. Вот в этой связи вы как-то рассказывали кейс в Тайване, когда бизнесмен якобы передал большую сумму денег, но при этом фактически он этого не делал. Да, вот про это, пожалуйста, расскажите. Да, этот случай был год назад, когда с помощью технологии дипфейк, ну все знают, я объясню вкратце, дипфейк это когда берут ваше лицо, берут ваш голос и создают цифрового двойника. Да, то есть вашим голосом, и ему могут написать любой текст, любое обращение, и тот его озвучит. Случай в Тайване был, когда бизнесмен, то есть его бухгалтером, который имел доступ ко всем финансовым операциям, финдиректор называется, у нас бухгалтер, у них финдиректор, к нему звонит его начальник, по видеозвонку, его лицо, его голос дает поручение перевести энную сумму денег на такой-то счет. То есть финдиректор даже не подозревает, что это не он, потому что звонит с его номера, звонит его лицо, с его голосом он говорит, и с его интонацией и привычками дает ему поручение перевести деньги. Финдиректор выполняет его поручение, и через две недели выясняется, когда они проводят финансовые сверки, гендиректор выясняет, что вот такая-то сумма отсутствует, вызывает финдиректора уже вживую, и выясняется, что он выполнил его поручение, которое он не давал. И вот вся история. Теперь мы возвращаемся к тому, многие скажут, что это невозможно, это далекое будущее, например. Сейчас на данный момент очень много мошенников, которые звонят к нам на телефон, мне, моему сыну звонят на телефон, якобы из банка, из полиции, неважно. И говорят, что вот у нас такой-то случай, нужно ваши данные подтвердить и тому подобное. А теперь представьте, что человек выкладывает каждый день в Инстаграм, в другие социальные сети свое видео, свою фотографию, свой голос. То есть я, имея у себя подругой ноутбук, при желании, могу создать дипфейк с вашим лицом, например. И, зная ваш номер телефона, могу позвонить вашим друзьям с вашим лицом, с вашим голосом, сказать, «Ребята, друзья мои, я попал в такую ситуацию, переведите мне срочно на такую-то карту, на карту моей жены, сестры, брата, двоюродного брата, моего хорошего друга, срочно переведите». 100 тысяч деньги, 200 тысяч деньги, неважно. И ваши друзья, видя ваше лицо, слыша ваш голос, интонацию, они из 10 случаев, я могу сказать, 9 случаев, они переведут деньги. И это случится через месяц-полтора, потому что мы видим, что сейчас мошенники каждый день находят новые способы забирать деньги у нашего населения. Да. Вот по поводу дипфейка сегодня, да, буквально выходила новость, как вы только что говорили, с помощью этой технологии президент Тукаев, если не ошибаюсь, что-то говорил по поводу Илона Маска, я вот сейчас текст не помню. Да, но это был дипфейк, да? Отличный пример дипфейка, когда сегодня вышло видео с нашим президентом, Кассанжем Маркиневичем Тукаевым, где он, его лицо, мимика, голос, все полностью скопировано, создан цифровой двойник, и он объясняет, что правительство, что Казахстан в лице президента поддерживает и внедряет проект, платформу Илона Маска по биткоинам. То есть, если бы официально заявление правительства сегодня не было, что это дипфейк, то на этом видео очень сложно отличить, что это не настоящее видео. И если это видео перевести на английский, то это может дать возможность той платформе, которая была сказана, повысить биржевые акции, котировки на бирже. Ну, конечно, если президент говорит. Целый президент центральной азиатской страны поддерживает нашу компанию, например, да? Ну, а что мешает завтра сделать такой же дипфейк и, например, сказать, что президенту, сказать, что он объявляет какое-то, например, не дай бог, чрезвычайное положение? Это будет массовый хаос. Хантар-2, например, да? Виртуальный Хантар-2. Вот он простой пример. И это вот та реальность, в которой мы живем. И люди, когда они выкладывают свое селфи, свое видео, свой голос, они кормят эту систему своими биометрическими данными. Даже об этом не подозреваем. Вот вы говорили еще, что все крупные социальные сети, популярные, да, так скажем, они занимаются сбором биометрических данных. Как это происходит? В той же, например, мете, в мете внутри есть инстаграм, фейсбук, все популярные социальные, которые ватсап, у них есть алгоритм. По этому алгоритму, если человек выкладывает свое лицо, селфи, видео, голос, то на основе этого алгоритма эта публикация, либо этот пост, он продвигается больше, чем другие посты. То есть человек получает возможность к большей аудитории, человек собирает больше лайков. Больше лайков – это реклама, это деньги, это монетизация, это понятное дело. И за счет этого цифровые корпорации мотивируют людей на сбор их биометрических данных. Они даже об этом не подозревают даже. То есть люди охотно выкладывают ради лайков свои фотографии, свое видео, голос, свое выступление. Это все позволяет. А теперь прибавьте к этому последние смартфоны с технологией LiDAR. То есть LiDAR – это камера, которая через Face ID фотографирует глубину фотографии. То есть не просто двухмерное пространство, но глубину щек, например, расположение глаз, глубину фотографии. И через эту глубину вы вставляете, например, в селфи. Завтра через эти биометрические данные можно, например, подделать верификацию в банковском приложении. Да, Face ID просто обычный. Обычный Face ID. Можно сломать ваш номер телефона. С вашего телефона можно… С другого номера телефона можно, например, идентифицироваться в любом банке, оформить кредит. У меня буквально на прошлой неделе были попытки взлома моего Каспий счета. То есть у меня есть счет в банке. И его пытались взломать. А он не заблокирован у вас? Слава богу, по решению суда все мои банки заблокированы. И это спасло меня от того, что не было бы… нету худа без добра. И вот в этом плане то, что там просто воровать нечего, на моем счете. Но были попытки взлома, получается. Но есть другие граждане, которые не подозревают об этом. И выставляют свои видео с помощью последних смартфонов. Они дают полную свободу другим людям. Не нужно быть хакером. Человек заходит на вашу страницу, копирует ваше видео и загружает ее в систему в ноутбук. И все. И готов. Ваш цифровой даник готов. С вашим голосом, с вашим лицом. И сегодняшний пример с нашим президентом это доказывает, что технология это применяется. Да. Вообще, в целом, как вы считаете, сегодня есть вот такие вот угрозы, да? Они достаточно реальные. То есть толковые, так скажем, кибертеррористы могут много чего натворить на самом деле. Как-то Казахстан готов вообще к этой всей ситуации? Сегодня, в 2023 году. Ну, учитывая мой опыт, я скажу, что Казахстан абсолютно не готов к этому. Потому что вот 400 информационных систем, протоколы информационной безопасности, там никакие абсолютно. И это вот все равно, что плыть на дырявом корабле, выходить в открытый океан. Вы выходите, у вас 400 дырк, и вы не знаете, какую из этих дырк заткнуть. Надеетесь, что эти дырки будут маленькие, что вода будет меньше просачиваться или меньше вытекать в море. Воздуха, например. И доплыть из точки А в точке Б. Но корабль тонет. И мы, находясь на верхней палубе этого корабля, то есть все граждане Казахстана, мы даже не подозреваем, сколько воздуха уходит из этих дыр. Куда уходит. Кто дырявит эти дырки. Мы не владеем этой информацией. Да, уполномоченные госорганы, например, Государственная техническая служба, говорит, в месяц на информсистемы госорганов производится 20 тысяч атак, 30 тысяч атак. Окей, звучит круто. Стандартно, ДОС-атаки. Разные. ДОС-атаки, взломы. Но теперь вопрос. А сколько из них были успешные? Ни одной информации нет. Статистики по этой. Да, статистики такой нет. Они говорят, да, было 20 тысяч атак. Ну, круто, да. А из этих 23 тысяч, если даже одна атака произошла, и мы видим с вами обратно же из СМИ, что персональные данные наших депутатов гуляют в Российской Федерации. Откуда они могли утечь? Я тоже смотрел этот сайт специальный. Все их родственники, все компании их родственников, их взаимоотношения, персональные данные, где они учились, где они работали. Все там, даже их и им даже. Все в этой базе данных стоит там. Можно открыть любого чиновника, узнать, кто его родственник, какие компании оформлены на этого родственника. Ну, это же нарушение. У спецслужб есть все данные? У всех спецслужб в мире, включая наши спецслужбы, есть доступ ко всем данным. Абсолютно ко всем данным. То есть им свои какие-то базы делать не нужно? Они просто пользуются данными государственных органов. Да? А зачем свои базы данных строить? Я вам скажу, что... У них, наверное, единственная только база данных преступников, да? И все. Я вам даже скажу, что есть специальная программа, которая за минуту-полтора на любую фамилию соберет компромат в цифровом виде. Какие тендеры, какие компании, кто его родственник, с кем он учился, с кем он ходил в садик, с кем он работал, с кем он живет в одном доме по соседству. Все это за полтора минуты. Одна кнопка. А вот телефон еще тоже легко прослушивать? Вопрос не то, что легко. Телефоны все прослушиваются. Потому что телефоны все у нас цифровые. Раньше было сложно, потому что все телефоны были аналоговые. То есть там не было цифровой обработки. И каждую линию подключали прямо и слушали. Сейчас цифровой. Все цифровые подключения проходят через инфраструктуру Казахстелекома. А к этой инфраструктуре Казахстелекома имеет полный доступ Комитет национальной безопасности. Недавно наш президент тоже посещал этот специальный центр. Ему показывали все эти возможности. Все это в открытом доступе. Называется Центр технического мониторинга. Они даже не скрывают этого. Все как на ладони. То есть если человек надеется, что он шифрует в WhatsApp либо в Telegram, это не поможет. Это бесполезно. Еще любые... Скрытые сообщения. Еще эти сигналы там всякие. Тоже не поможет. Бесполезно. Если люди думают, что они будут общаться на китайском, и это им поможет. Не поможет, потому что есть цифровые переводчики. Не поможет. Ну да, Google переводчик. Элементарно. Google переводчик. У Google переводчика есть API. API. Это называется такой модуль интеграции. То есть можно просто его скопировать вот так вот и, грубо говоря, прикрутить к этой специальной программе. Вы хоть на африканском общаетесь, не поможет. То есть надеяться, что там какие-то скрытые каналы. Нет. Не поможет. Абсолютно. То есть это бесполезно. Я это говорю на основе своего опыта, потому что когда в девятнадцатом году начали слушать мои телефоны, то есть даже когда еще дело не было возбуждено уголовное, незаконно стали слушать мои телефоны, мои телефоны, мои переписки в поиске компромата на нарушение закона. Шесть месяцев меня слушали. Все мои телефоны. Телефоны моей жены, телефоны моего сына. Все слушали в поиске компромата. не могли поверить, что чиновник может не нарушать закон. На основе этого я говорю, что вот этот телеграмм, ватсап и сигнал не поможет никак, бесполезно. Сразу скажу. Да, ну вы еще говорили, что можно отследить, как два номера телефона там, условно говоря, созвонились, и как они в какое время где вместе пересекли. Абсолютно верно. То есть в этой же программе, когда вбивается круг людей, вызывающих интерес у спецслужб, даже не только у спецслужб, у силовиков, МВД, КНБ, Антикор, они вбивают программу, вбивают, например, ИИН, либо фамилию подозреваемых, которых они подозревают в чем-то. Два-три человека, четыре человека, например. И система говорит, что вот их телефоны. Например, человек А пришел, например, в Мегу, пришел в Мегу в 14.00, пробыл там пять минут, ушел. Человек Б, второе лицо, пришел в 14.30 в эту же точку, пробыл там пять минут и ушел. То есть до такой степени показывать точки пересечения, они могут и не встречаться. Но система говорит, что в этой точке они провели больше пяти минут. Подключаются к камере просто и все, и смотрят. Абсолютно верно. В Меге есть камеры подключить и посмотреть, что они там оставили, либо кому там оставили, например, не знаю, всякое бывает. И все. То есть все люди сейчас в современном мире, они под цифровым колпаком. Цифровой тоталитаризм. Цифровой тоталитаризм, да. И надеяться, что вы там выключили телефон, вы там включили сигнал, телеграм не поможет абсолютно. Если силовые органы хотят, захотят узнать, они узнают. И имеют на это все инструменты в цифровом мире. Ну, на самом деле, то, что в Казахстане имеются такие технологии, это круто на самом деле, чтобы выявить каких-то террористов, опасных людей. Но самое главное, чтобы это не использовалось в каких-то корыстных целях, наоборот, подставить кого-то или еще что-то. В этом плане, конечно, очень-очень нужно прям побеспокоиться. Ну, давайте вернемся обратно к нашему примеру. К моему примеру, когда я могу сказать железно, да, это было. В моем случае, когда следственный орган не мог найти вины моего преступления, якобы преступления, они подделали разговор с моим руководством. То есть в суде мы это доказали. Мы сказали, вот, ребята, вот оригинальная переписка в WhatsApp, а вот которая приобщена к материалам уголовного дела. И это было, как называется, сфабриковано. Они взяли переписку, просто сфабриковали, якобы показав суду, что у нас был преступный сговор. Но в оригинальной переписке этого не было. А что мешает завтра таким же способом убрать неугодных людей из правительства, из финансового сектора, да кого угодно? Может даже не политическим взглядом, например, да, а выполнить какой-то заказ. Что скрывать, например? Приходят к людям в силовом блоке, дают деньги и говорят, от того человека нужно арестовать. Они берут всю эту переписку, подделывают все, что надо, комплектуют дело, отправляют, садят человека в тюрьму. И это я на своем примере говорю. То есть не нужно прям далеко ходить и говорят, что, наверное, где-то я могу это доказать, у меня все материалы имеются. И когда мы в суде показали все эти материалы, суд просто промолчал. Он не дал никакую оценку. Вот этим, получается, материалам. И мы были удивлены. Ну и в итоге меня судили и мое руководство тоже. Вот вы знаете, я еще забыл спросить у вас по поводу спутникового интернета. У нас прям в законе прописано, что спутниковым интернетом пользоваться физическим лицам запрещено. Верно. Почему? Это сделано из соображений национальной безопасности, потому что человек, пользующийся интернетом, даже телефоном мобильным, например, или дома интернетом, оно все проходит через основные узлы подключения к Казахстану или Кома. Мы возвращаемся к вопросу контроля. Тотального контроля трафика информации. А теперь человек, появляется физлицо, которое подключается к интернету через спутник Илона Маска. Старлинг. Старлинг. Напрямую к спутнику, американскому спутнику, никакого Казахстану или Кома, никаких спецслужб. То есть этот трафик не контролируется. Эта передача данных не контролируется. Это угроза национальной безопасности, и поэтому всем физлицам на законодательном уровне запрещено иметь спутниковый интернет. Вот и все. По поводу самих технологиях. Сегодня в Казахстане активно начали, так скажем, устанавливать технологию 5G. Ну, по крайней мере, в Астане, в Алмате, в Шамкенте, в городах, где очень много людей живут, процесс пошел. Как вы считаете, сегодня это насколько необходимо, учитывая, что большинство людей еще не имеют, так скажем, в руках девайсы, которые поддерживают, во-первых, 5G, да, так скажем, ну и как бы 4G, в принципе. Ну, у нас нет такого трафика контента, который прям тяжело весил бы, чтобы его прям нуждался в 5G, так скажем. Ну, я абсолютно с вами согласен в этом плане. Это вот все равно, что вот вы, мы живем в Казахстане, и вы хотите купить, или я хочу купить Мазерати, да? Ну, мы понимаем, что для Мазерати у нас дороги, они, ну, никак не приспособлены. Зачем покупать Мазерати? Не погоняешься равно. Не погоняешься, не выжмешь из него максимальную скорость. Смысл какой? Давайте лучше вместо Мазерати купим, например, 30 автобусов, например, да, там высокой проходимости для сельского округа. Это будет больше пользы принесет, чем, например, покупать дорогостоящую машину. Но вопрос, видите, здесь в том состоит, что у нас есть крупный кооператор, Казахстелеком, который получает государственные субсидии на развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Казахстелеком по закону является национальным оператором. То есть ему не нужно, государству не нужно объявлять тендер, чтобы Казахстелеком выполнял развитие телекоммуникационной сети. Казахстелеком просто говорит, вот Казахстелеком, ты национальный оператор, я даю тебе, например, 500 миллиардов, делай 5G, например. Или 6G, неважно завтра, 7G, да. А если, например, уполномоченный орган Министерства цифрового развития скажет, ребята, нам 5G не нужен, у нас 4G, и, в принципе, его емкости хватит еще на 2-3 года вперед. А что делать с этими 200-500 миллиардами тенге? Казахстелеком уже не получите деньги. Вопрос денег. То есть это вот обратно возвращаемся к тому, что, например, простой пример, почему у нас постоянно переделывают дороги, особенно зимой перекапывают бордюры. Это освоение бюджета. Если сделать бордюр, качественный, например, на 3 года, то 3 года не будет объявляться конкурс на ремонт дороги. Правильно же? Да. Здесь такая же ситуация. Если не будет 5G, не будет потребности 5G, и Министерства цифрового развития скажет нам, ребята, нам не нужен 5G в ближайшие 2-3 года, то и денег выделяться не будет. 200, 300, 400 миллиардов тенге. А это без конкурса, без процедур напрямую в Казахстелеком. А это деньги. То есть вопрос только сейчас в освоении бюджета стоит? Да. Потому что с технической точки зрения 4G сейчас не загружен, не используется на 100%. Даже если бы 5G внедрили бы, у населения нет устройств. У меня даже нет телефона с 5G. У меня нет телефона с 5G. Вопрос в этом, что у людей нет большинства вообще девайса. Да. А делать 5G, например, для 0,05% людей делать 5G, ну с точки зрения управленца, это невыгодно. Зачем мне делать для 0,05% людей покупать дорогостоящие оборудования 5G? Хотя когда у меня там 99,5% пользуются 4G, например, да? Это же невыгодно же. Но здесь вопрос не так стоит. Вопрос стоит, что нужно выделить нацоператору денег. Потому что нацоператор с точки зрения корпоративного управления, он финансово не самостоятельен. Он финансово независим. Он содержится на государственном бюджете. А если 5G не будет, то и дохода не будет. Да. Ну и прибыли не будет. И, конечно же, годовых премий не будет. Как и руководству, так и совету директоров. Ответ такой очень простой. Банальный казахский вариант. Хорошо. Я в конце хотел бы еще одну такую глобальную тему затронуть. Это кибервойна. Вообще кибербезопасность. Ну, наверное, не секрет. Все уже знают, что сегодня именно кибервойна дает больше эффекта, нежели там танки, ракеты. Потому что на все это уже есть применение, есть специальные защиты ПВО и так далее и тому подобное. Кибербезопасность Казахстана сегодня какая она вообще? Вот в 2012 году начиналась, первой начиналась концепция, разработка концепции о кибербезопасности. Я являюсь первым автором этого концепции. Я консультировал Министерство обороны. И в то время этот вопрос поднимался. Я могу сказать со всеми своими навыками и опытом работы в этой сфере, что сейчас кибервойна идет вовсю, везде. В Казахстане? Везде. Не только в Казахстане. Во всех странах, по всему миру идет кибервойна. Люди просто не знают, что происходит в этой сфере. Люди не знают, какие там действия совершаются, какие правонарушения, как это используется, например. Как это влияет на нашу повседневную жизнь. Оно имеет прямое влияние на нашу повседневную жизнь. То есть вся та информация, информационные воздействия, например, кибервоздействия, которые происходят в цифровом мире, в нашей современной жизни, отключите Wi-Fi, и человек просто уже не может существовать. Не может работать, не может общаться. Оплатить. Не может даже хлеб купить. Даже не может. И представьте завтра, что, не дай бог, вот простой пример, кантарские события, когда мы помним, когда мы все были полностью в локдауне, ничего не работало, я даже хлеб не мог купить. Да, потому что ничего не работало. Все семейные сбережения были в цифровом кошельке. Банкоматы тоже, соответственно, не работали. Банкоматы не работали. Рестораны не работали. Некоторые магазины работали, они принимали наличку. Наличку я снять не могу, не мог, потому что банкомат не работал. И в этой ситуации, по крайней мере, в моем случае спасло доверчивое отношение продавца. Он говорит, да, я понимаю, что ситуация, давайте вы потом как-нибудь расплатитесь, сейчас берите, я все понимаю. Ну, спасибо. А если бы такого отношения не было, я не знаю, что делать. Представьте завтра, что, например, цифровые кибертеррористы, например, локдауном полностью положат все электронное правительство. Заблокируют все цифровые финансовые инструменты, например. То есть правительство не сможет оперативно управлять. Люди не смогут нормально жить. Прямое влияние. Теперь еще другая угроза. Хорошо, мы скажем, это влияет только на наш комфорт жизни. Оно никак не влияет на нашу безопасность, например. Но с этой точки зрения, давайте посмотрим, за последние два года у нас сейчас увеличился импорт умных электрокаров. Я еду, например, на такси и вижу в соседней линии машина едет. Водитель сидит в телефоне, он не управляет машиной, он сидит в телефоне, а машина едет на автопилоте. Представим, что кибертеррористы, хакеры, не знаю кто угодно, взломали 10 машин внутри одного города. Программную систему, да? Удаленно взломали и заставили эту машину со скоростью 120 км в час врезаться в здание МВД, в здание генпрокуратуры, в здание нацгвардии, в здание АОРДы, в здание Можилиса, например. Что мешает? Сейчас ничто не мешает. Как этому противостоять? Как это остановить? Сейчас нету никакого, ни одного документа, регулирующего проверку и сертификацию импортированных электрокаров, особенно их умную начинку. Никто не проверяет. Абсолютно никто не проверяет. Четыре колеса есть, завози. Они еще говорят, это электрокарда, без налогов, без таможки, вперед зеленый коридор. Да, но я считаю, что эти электрокары должны стать на учет как потенциальная угроза. Электрокарь-шахид. Да, электрокарь-шахид. Вы прямо классно сказали. И оно сейчас ничем не контролируется. В сети много информации, как там перепрошить свой электрокарт, как туда включить сим-карту. Куча информации. То есть как незаконно подключить свой электрокар. Целый туториал. Туториал есть. А теперь смотрите, почему Илон Маск разворачивает свои спутники? Почему он не пользуется местными интернет-провайдерами? Потому что Илон Маск понимает, что все его Тесла-машины, все его Тесла-грузовики, они завтра будут пользоваться не местным интернетом, а будут пользоваться его спутником для обмена данными. Илон Маск говорит это в целях повышения уровня искусственного интеллекта. Да, это правда. Но если хакер взломает спутник Илона Маска или кибертеррорист, он получает доступ ко всем автомобилям. Верно. Которые и местное правительство не сможет ничего с этим сделать. И не выключит ничего. И не смогут ничего, потому что машины напрямую подключены к спутнику. И все. Я это говорю, потому что у меня есть хорошие друзья в Сингапуре. Они запустили такой сервис, классный сервис, называется «Умный такси». У человека Тесла, электрокар, днем он возит своего хозяина на работу, по делам, на встречи, вечером привозит домой. Через суперчардж, быструю зарядку, быстро заряжается, минут 45-50. И выезжает без хозяина, сам выезжает таксовать ночью. Хозяин спит, машина таксует. Она едет по вызовам через умное приложение, зарабатывает деньги хозяину. Утром возвращается на Quick Charge, быстро заряжается, минут 40-45, и днем опять возит своего хозяина в городе по его делам. Это то будущее, в котором мы сейчас уже живем. Этих электрокаров сейчас на дороге очень много. Их количество растет. А информбезопасность этих электрокаров никто не проверяет. Абсолютно. Нет ни правил, ни механизма, ни какого-то госоргана, который сказал бы, ребят, это же опасно, мы будем проверять. Нет, никто не проверяет. Ну, мы надеемся, что этот выпуск увидят компетентные органы. И было бы неплохо, конечно, поработать с точки зрения закона, потому что на самом деле это очень большая угроза. Конечно. И это влияние на нашу физическую жизнь. Это не просто там отключили вам приложение, да, и вы сидите, ну, отключили, отключили, ладно, да. А это автотранспортные движущие средства, которым даже нет бензина. Просто на одной зарядке его может куда угодно. И вы прекрасно знаете, и все зрители прекрасно знают, что электрокар разгоняется до трех секунд. Быстро, да. До ста за три секунды, да. Это же готовый снаряд. Да, очень, конечно, настораживает это все. С одной стороны, вроде бы цифровые технологии, цифровизация облегчает нам жизнь. Но с другой стороны, у нее есть вот такая вот невидимая сторона, о которой многие не догадываются. Абсолютно верно. Улжа, спасибо, что пришли сегодня к нам. На самом деле было очень интересно с вами поговорить. Я надеюсь, что наши зрители сегодня сделают какие-нибудь выводы, потому что над этими вопросами нужно задумываться. Уважаемые друзья, сегодня у нас в гостях был прекрасный человек Улжас Абишев. Если этот выпуск вам понравился, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok